Меня зовут Лена Беляева, мне 32 года, я живу в Рославле. Родилась в Рославле, училась в Рославле в основной школе, а второе образование высшее получала в Брянске. Травма у меня врожденная, а в спорт я пошла, не сказать, что всегда любила спорт, больше, наверное, его полюбила в Брянске, когда с девочками ходили на стадион, просто для себя занимались, фигуру делали. А потом, приехав в Рославле, уже тренер Борис Юрий Чапуренков позвал меня заниматься тэквондо. Он сам был в сборной России по паратэквондо и решил меня подтянуть. Все получилось, поехали на первые соревнования, там все получилось просто прекрасно, стала первой по России, и меня автоматически зачислили в сборную России в основном состав. А с основным составом мы путешествовали по всему миру. И в Швейцарии были, и в Турции несколько раз были, в Бухаресте были, по России тоже поездили много где. Сборы у нас в основном проходили в Тульской области, в город Алексин, там специальная база для пара спортсменов. Есть просто тэквондо, а есть пара тэквондо. Тэквондо для людей с ограниченными возможностями, то есть с ампутантами. В тэквондо есть бои и есть показательные выступления пумсе. И сейчас среди людей с умственными отклонениями вот это пумсе начало развиваться. Трижды чемпион России в тэквондо, и несколько раз становились вот по Европе вот эти медальки. Второе, третье места занимало. Вот эта вот медаль, это в Швейцарию мы ездили, второе место заняли, и я, и мой тренер заняли по второму месту. Такой был у нас дубль. И самая, наверное, такая значительная для меня награда, это игры ампутантов и колясочников в Сочи проходили. Айваз называется. Там я стала второй. Как и в любом спорте, девочки с девочками, понятно, мальчики с мальчиками, есть весовые категории. И у нас в зависимости от травматизма тоже делится на подкатегории. У кого-то нет двух рук, у кого-то одной побольше, другой поменьше. То есть там системы всякие замеряют, сколько там длина руки, и выбирают группу травматизма. Вот так. И потом по группам и по весовым категориям нас составляют, делают сетку, как в обычных спортивных соревнованиях. Да, тринадцатый год, в двенадцатом я пошла в спорт конкретно заниматься, а в тринадцатом поехали в Швейцарию. За победу. По состоянию здоровья пришлось уйти из спорта, но тренироваться я не забросила. Чисто просто для себя? Просто для себя, да, в фитнес-центр хожу, на стадион. Ну просто так из спорта не уходят. Начались проблемы со здоровьем, и пришлось развивать мелкую моторику. Я закончила художественную школу, поэтому для меня это особой проблемы не было. Пошла в рукоделие. Сначала букетики из конфет крутила. Светдизайн называется, там когда конфетки в цветочке, в гофрированную бумагу, такие красивые композиции получаются. А потом потихонечку стала что-то искать. Где-то гномика сделаю, где-то там какой-то магнитик, что-то вот такое. Начала изучать другие декоративные материалы, из чего можно делать. И изучала различные материалы в интернете. Где-то что-то у своих коллег в Рословле подсматривала. Находила какие-то схемы, мастер-классы. И потихонечку пришла к созданию вот таких вот домовяток. По всему миру уже разлетелись. И в Грецию женщина заказывала. В Десногорске много кто уже покупал. Другие какие-то мои изделия. Сапоги новогодние. Девочки с АЭС, работники очень много в этом году заказывали. Другие новогодние. Это пиарь и композиция. В общем, вот так. А потом потихонечку перешла к созданию вот таких чайных домиков. Домики для чая. Это вы сами придумали или где-то тоже подсмотрели? Тоже подсмотрела в интернете мастер-класс. Немножечко под себя его подстроила. И получаются вот такие вот красивые штучки. То есть это домик фанерный. Он открывается. Такая заготовочка фанерная. Потом я ее собираю. И начинаю декорировать. Под камень делаю. В технике папье-маше, можно сказать. Там с помощью бумаги такую имитацию камня. С помощью шпатлевки. Потом камешки какие-то вот такие вот декоративные. Все это шпатлюется. Раскрашивается вручную. И покрывается лаком. Получаются такие домики для чайных пакетиков. То есть крыша открывается. Туда закидываются чайные пакетики. А отсюда они достаются. Группа. Потому что люди начинают спрашивать домовят. Просят на заказ сделать. И чтобы для удобства. Я что-то делаю в запас. И выставляю уже по сценам. Товар. И вот такую небольшую группу веду. Не знаю. Интересно. Главное желание. А способ всегда найдется. Ну вот группа. Начинала я ее просто как. Собирать какие-то интересные факты. Про творчество. Про интересных людей. А потом уже конкретно свои товары. Вот. У нас есть в городе магазинчик. Подарки ручной работы. Система магазина. Вроде. Своя полка. То есть арендуешь полочку. И сдаешь свои работы. Вот. Я там работы выставляю. Ну и изделий очень много. Да. Вот это собственно раздел товара. На стене. Тоже я выкладываю какие-то интересные факты. Смешные. Что мне нравится. Тут кстати недавно. Мошенница объявилась. Заказчица мне пишет. Говорит. У вас менеджер наверное появился. Как бы со мной связался. Хотела у меня заказать. И здесь Нагорская женщина. Ей менеджер пишет. Типа так и так заказывайте. И вечером она со мной связывается. Говорит. Вы мне там отложите одно изделие. А то я не успею. Там одно. Аванс не скоро. Одно второе. Я говорю. Да-да-да. Оно у меня в единственном экземпляре. Она начинает рассказывать. Вот. Мошенница. Говорит. Там четыре штуки. У нас большая мастерская. Такие сказки начала. И рассказывать хорошо. Что вот вовремя она со мной связалась. Вот так. Так что я всем выложила пост. Пожалуйста, будьте внимательны. Я работаю одна. Собственно, она такой подсвечник хотела заказать. И про каждую работу я выкладываю небольшие посты. Фотографии с разных сторон. И небольшое описание. Это домик чайный. Ну, сейчас я в отпуске. Ну, такие интересные факты. Какие-то фотографы сюрреалистические. Работы его мне очень понравились. Интересные. Ну, это вот такой домовенок. Делаю не только таких вот в чулочной технике, в смешанной. Но и других всяких интересных. Какие-то материалы у мамы в шкафу нашла в старых залежах. Знаете, как раньше складывали тряпки, отрезы какие-то. Покупали ткани. Что-то покупаю. Мех приходится покупать. Тесьму какую-то, декоративные отделки. Какие-то элементы подвесные. Понятно, покупаются. А вот такие вот домовята с лопатами как раз и идут. С денежными. Почему-то людям очень нравится. И мальчикам, и девочкам. Обычно я делаю подвесочку. Или ключик какой-то. Или такая мини-лопата с надписью. Греби деньги лопатой. Ну, вот людям как-то нравится. Это наши пятитысячные. А это 50 копеечек российских. Ну, бутылки, да. Начинала, когда делать куколок. Она сделана на стеклянной бутылочке. На маленькой. Английская какая-то техника. Я уже сейчас не помню. Ну, и все. У нее выпал глаз. Но она мне очень нравится. Такая безглазая. А на ручке можно что-то вешать. Ключи. Колечки, ключи, браслетики. Да. Они из полуочек. То есть это ваше первое изделие. И оставили ее на память. Ну, не первое. Но она мне нравится. Вот букашек. Одна женщина. А вот именно из-за букашек покупает. Постоянная клиентка. Много кому дарит таких домовят. Говорит, умиляюсь этим букашечкам на носу. Ну, это необычно смотрится. И как-то он располагается. Да, да, да. Муж, безусловно, помогает. Ценит мою работу. Учился крючком вязать. Еще какие-то штучки там делает мне. Подвесочки. Вот, допустим, к булавочкам надо приделать. Он булавочку раскручивает. Туда одевает. Вот эти вот булавочки. Там с подвесочкой. Ручная работа. Он их раскручивает. Бусинки одевает. Подвесочки. Все как надо. Ну, и так, если что. Грубая мужская сила. Распилить, отрезать. Что-то, если тяжелое. Короче, вовлекли вы его в этот процесс. Да. Изучает новые слова. Да, по жизни, как-то, с самого детства я начинала что-то крутить. Из бисера. Мама книжки покупала тогда, что было 25 лет назад. Это очень сложно было найти какие-то книги по рукоделию. У меня была книга бисероплетения большая, красивая, цветная, со схемами. Мама бисер покупала мне, леску, все, что надо. Там иголочки потом пошли всякие. Все стало развиваться. Больше товаров. И всегда она что-то новенькое покупала мне. Не жалела денег. В художественную школу пошла учиться тоже. Ну, платное было обучение. Тоже денег не жалела. И краски, и кисти. Это же все довольно-таки дорогие вещи. Ну, я никогда не сидела коликом на диванчике. Всегда что-то сама делала, крутила. И всегда как-то люди рядом были такие положительные. Никогда не оскорбляли, никогда не обижали. Да, какие-то там между детьми у нас были какие-то ссоры там, драки, может, какие-то что-то. Но по поводу инвалидности меня никто никогда не обижал. Всегда была в кругу адекватных людей. И жила когда в общежитии, пять лет в Брянске в общежитии, в общих комнатах, на втором ярусе, двухъярусная кровать. Никогда никаких проблем не было. Ну, всем хочу пожелать, чтобы не унывали, не раскисали. Жизнь продолжается. Если сегодня самый плохой день, значит завтра будет лучше. И творчество, наверное, одухотворяет, делает людей добрее и помогает жить. Сначала начиналось ручной лепки, а потом не давал покоя старый-старый гончарный круг. Такое огромное-огромное чудовище, которое весит на килограмм 300, такой сваренный в советские времена. И когда вы включаете, у нас двухэтажное здание, небольшое, такой маленький, бывший купеческий дом, маленький корпус. И когда включаешь этот гончарный круг, вот первый этаж, он просто вот так вот вибрирует. А второй этаж мне там, а, гончаря, жидко, да, гончаря, учусь. В принципе, оно так в жизни бывает, что если человек чем-то хочет заниматься, он должен этим жить. Он должен в этом гореть. Субтитры создавал DimaTorzok